Всем привет! Привет! С вами сегодня Лена, и у нас сегодня в гости моя любимая подруга Босян. Наконец-то мы встретились, я все время подглядывала в ее инстаграм. Я тоже. Мы друг друга все подглядывали и в итоге встретились наконец-то в Москве. И вот решили вместе с ней видео. Я давно вам обещала, что я сниму как-нибудь видео про методы ухода, про мои привычки, по косметике. Потому что очень-очень много вопросов мне задают, потому что все знают, что я врач-косметолог. А я все сопротивлялась, потому что я не хотела, чтобы все об этом знали. Секреты. Да. Но поскольку сегодня у нас гостя Гуян, которая тоже является профессионалом в области косметологии, косметики и корейского ухода, мы решили сегодня вместе снять видео как раз об этом. Да. Да. Мы уже собрали несколько секретов и привычек, с которыми мы хотим с вами поделиться. Да. Я думаю, что это будет очень полезно для каждого из вас. Может быть, что-то уже вы знаете, может быть, что-то нет. Но я думаю, что обязательно что-то найдете полезное в наших советах. Именно 10 топ-секретов от кореянок, профессионалов косметики и обращающих косметологов по уходу за кожей. Именно те привычки, которые мы вам рекомендуем для красивой кожи. Да. Кстати, хочу сказать, она очень хорошо говорит по-русски, но она является такой же кореянкой, как и я. Да, мы обе кореянки, поэтому не путайте. Да. Ну что, поехали? Первое. Он не говорит все. Первое. Ни в коем случае нельзя трогать грязными руками лицо. Да. Ни в коем случае. Я вообще рекомендую всем вообще минимум трогать лицо, потому что, в принципе, кроме тех случаев, когда вы наносите косметику, в принципе, до лица дотрагиваться, я думаю, что нет необходимости. Ни в коем случае. Даже когда ты там чешется, волосок пройдет, стараясь там ногтями. Да, вот так. Ногтями вот там чуть-чуть. Да, да. Не дай бог, если кто-то вдруг захочет ущиптить меня за щекло все, он для меня враг. Мне тоже так. Ну, в детстве так ноги делают, но сейчас уже не хочется, потому что и макияж, и в принципе, непонятно, у него руки там чистые или грязные. В принципе, руки являются самой грязной частью, да? Да. Да, поэтому вообще рекомендую, особенно у кого есть прыщи, тем более нельзя трогать лицо, но многим хочется постоянно ковыряться, потому что хочется там, не знаю, проверить, еще ли он на месте, или там, встал ли он больше или меньше. Всем хочется туда трагиваться, но это очень-очень вредная привычка, от которой стоит избавиться. Так что не рекомендуем трогать лицо руками вообще на протяжении дня. Второе, это тоже мое любимое, то, что я начинаю, с чего я начинаю мое утро, это пить воду. В Корее, так как мы не пьем так много чая, как в России, мы обычно пьем просто воду, минеральную воду, поэтому у всех дома стоят фильтры, и мы прям-прям очень много воды, литр-два обычно рекомендую. И я на самом деле столько и пью, потому что особенно зимой или вообще осенью, весной воздух такой, ну, сухой когда бывает, я прям чувствую, когда я не пью много воды, и кожа тоже становится сухой. Конечно, очень-очень сухо, и еще из-за того, что в России очень сухой климат, то это обязательно нужно. Ну, все правильно буду делать, что начинают утро со стакана воды, потому что таким образом мы с утра прочищаем еще желудок, для этого очень полезен. И по восточной медицине считается, да, что чай или соки, это тоже как бы не вода. Да, да, да. То есть, да, по составу есть вода, но для нашего организма лучше принимать чистую воду. И знаете сколько? Знаете сколько? На килограмм веса 30 миллилитров воды. 30. Да. На килограмм веса 30 миллилитров воды. Все посчитали и взяли. Я не скажу, сколько мне. Все взяли и взяли. Третье. Это использую косметику с SPF. Я стараюсь минимум 50. Ну да. Я стараюсь всегда максимальный уровень брать. Мне кажется, в Корее в основном все, почти 80% солнцезащитных средств, все SPF 50. Но многие в России не привыкли использовать вообще солнцезащитный крем или средства вообще с SPF. Поэтому сначала многие очень спрашивали, не будет ли слишком ядовит для кожи лица. Но на самом деле у меня вообще не было, я не чувствовала разницы между SPF 30 или 50, они говорят, что от 50% у меня стала кожа там раздражаться или хуже становиться. Мне кажется, что это просто повыше защита и больше как бы кожи защищаем от ультрафиолетовых лучей. Да. Если солнце это витамин D3, то у нас это полезно. И так не хватает солнца в России. Да, и так не хватает солнца, зачем я сейчас солнцезащитный крем. Но на самом деле забывают о том, что у нас экология меняется. И озоновый слой тоже разрушается. В связи с этим мы получаем очень много вредных ультразвуковых лучей. Поэтому в принципе... Но сейчас хотя у русских тоже появилась потребность как белая кожа. Да, да, да. Раньше вообще не было понятия отменивающие средства. Казалось, что отменивающие средства это только для азиатских типов кожи. Мне казалось, что западным девушкам это не к чему. У них и так белая идеальная кожа. А оказалось, что нет. Особенно, если вы любите пилинги, скрабы. Почему-то они-то вообще очень популярны. Да. После них вообще обязательно нужно использовать SPF. Ну, днем, конечно. Ночью спать с SPF не нужно. Но днем обязательно мы вам рекомендуем. Не только летом, но и зимой тоже. И каждый день, когда вы в принципе уходите на улицу. Кремики, кстати, бывает, что применяют даже по 2-3 крема. Кремики с солнцезащитным кремом. Не просто косметику с содержанием, а именно мы берут солнцезащитный крем и 2-3 разных видов применяем. Так что мы вам тоже рекомендуем. Это очищение. Без очищения мы вообще никуда дальше не можем идти. Без очищения ничего последующего не может быть правильным. Потому что кожу нужно очищать. Все почти пользуются декоративной косметикой. В России это более развито. Но если мы не очищаем кожу идеально от декоративной косметики, последующие все дорогостоящие средства вообще не будут эффективны. Они вас не спасут. Да, вообще. Если грязная кожа, они вас вообще не спасут. И очень много моих пациентов задает вопрос. Доктору нужно ли после процедуры дома умываться? Я говорю, не можно, а нужно. Мы же домой из процедурного кабинета не сразу же вы попадаете к себе в комнату. Через улицу, метро, автобусы. Ну да. Обязательно нужно умываться каждый день и тщательно. Также мы отметили, что умываться тоже нужно водой определенной температуры. А ни в коем случае не рекомендуется использовать горячую воду. Ни в коем случае. Да, да, да. Как и горячую воду. Да, так и для кожи головы. Конечно, горячую ванну очень хочется принимать зимой, особенно когда холодно. Но тело, да. Ну хотя бы потом мы лосьоном увлажняемся, но лицо нужно избегать горячую воду. Да. А какую воду любите? Тёплую или холодную? Я больше люблю комнатную температуру. Например, такой средней. Но в конце, да, обычно так, типа, нужно холодной, да? Да, закаляем. Да, да, закаляем кожу лица. Поэтому я тоже стараюсь, особенно зимой, холодно. Вы уже смешает, когда будешь холодной водой. Поэтому я стараюсь сначала при комнатной температуре водой смывать, а потом уже обязательно холодной водой. Бодрит. Очень хорошо полезно делать массаж лица. Для этого не обязательно ходить в профессионалы, массажеры. Да, дорого. Да, это дорого, это время, пока туда-обратно. Можете спокойно делать для себя дома, перед или после, или во время нанесения уходовой косметики. Да, уходовой косметики. Например, даже элементарно, если вы не умеете делать массаж, даже похлопывающие движения, это тоже часть массажа. И, например, наверх. Это тоже очень легкий массаж. Конечно, есть усложненные такие массажи, чтобы открывать липы. по акупунктурным пилочкам, сюда, под спичку, над драфиком. Достаточно просто похлопать. Похлопать. Угу. Настолько, сколько вы любите себя. Да. Это моя мама вообще фанат. Она, кстати, очень раньше любила, как ходить, просто с ложкой, а большую столовую ложку, она всегда холодная. Поэтому, например, она мажет всякие крема, сыворотки, а потом ходила вот так. Но это для моих, для меня это было очень привычно, для меня и сестры. Но для подруг моих, например, русских, там маминой подруг, было очень странно, зачем ложкой бить лицо. На самом деле, это, если у вас нет особых приборов, каких-то, ну, для массажа, то, в принципе, даже ложка может быть полезной в уходе за кожей лица. Вот это я слышу в первый раз, но я знаю, обычно вот так вот на глаза кладу. Да, да. Чтобы снять отек с глаз, вот на ложке. Да, поэтому все полезно. Да. Активирую кровообращение периферическое, да, очень полезно. Еще одно. Это у нас уже шестое. Использовать разнообразную косметику и правильную косметику. Да. Потому что многие вообще надумают, что нужно пользоваться только вот одним, и все, он не подошел, используют до конца своей жизни. На самом деле, кожа может привыкнуть к какому-то средству, в принципе, не боитесь пробовать что-то новое. Не нужно зацикливаться на одном средстве 30-40 лет. Конечно. Конечно, ни в коем случае. Рекомендуем вот, допустим, нашли какую-то линейку, которая подходит, особо не вызывает там других аллергических реакций. Ну, попробуйте поменять просто, ну, другого вида. Например, месяц увлажняющий крем, другой месяц успокаивающий крем. Да, и рекомендуем немножко сначала поизучать просто состав, почитать. И очень-очень важно именно увлажнять кожу. Очень важно, потому что наш организм до 8% состоит из воды. И также вода, которым также необходима и кожа, лица. Да, да, да. И, например, сейчас, в зимний сезон, для меня дома очень-очень сухой воздух. Я утром встаю, не только моя кожа как бы стянутая, ну, как бы вот так, но и горло даже иногда бывает, что болеет. Да, все у меня прямо очень сильно. Да, поэтому или я кладу увлажнитель воздуха, или просто мокрое полотенце над головой где-нибудь рядом со мной. Это на самом деле помогает, и вы заметите, насколько воздух сухой, потому что на утро уже полотенце вообще сухим становится. А, ну, прям такой древеский становится. Да, да, да. Как тверденький, высыхает. Удобно носить, например, с собой мисты. Да. Для полотенца, то просто можно поставить полоту, тазик с водой. Да. Тазик с теплой водой обычно кладу, потому что, ну, теплая вода быстрее испаряется. Да. Бывает, что одного-двух полотенцев мало за ночь. Точно, тазик надо попробовать. Да, тазик. Самое главное не наступить. Это да. И также наводочки подушки, мне кажется, тоже очень важно, потому что не все спят только вот так, ну, как вот спят, да. Иногда, там, вы в подушку спите, поэтому наводочка подушки тоже должна быть. Да, лицо, опять же, сприкасается с подушкой. Поэтому. В Корее, кстати, очень часто корейские девушки как раз кладут чисто полотенце в подушку, чтобы, опять же, это все для лица. Да. Иногда бывает, что не успеваешь высушить голос. Да, да, да. Сразу же ложишься спать, тоже помогает полотенце с собой положить. Да. Когда вы ездите в машину, особенно зимой, да, мы включаем сразу же, в первую очередь, это обогреватель воздуха и поп-обогреватель. Да. Я предпочитаю обогреватель сидений, кресла. А я вообще не люблю обогревать, потому что я и так в теплой одежде, и мне бывает очень душно. Да. И особенно я не люблю, когда я сижу впереди, когда на меня вот этот будет ветер теплый. Я прям чувствую, что моя кожа прям, она становится как сахарина. Да. Такое прям... Трескость. Да, трещина появляется. Поэтому старайтесь не подпускать какой-то прямой воздух, то ли теплый, даже холодный, прямо к лицу, потому что это высасывает влагу с нашего лица. Направлять души к ногам, да, или же стараться в воздух вставлять холодный, греть попу. Да. Я прям люблю, когда греет. Да. Спину греет. Да, да, да. Старость не радует. Ха-ха-ха-ха. И, наконец, последнее. Десятое. Это стараться хотя бы один раз в неделю, один день, там в неделю ходить без макияжа. Ммм. Да, потому что все-таки макияж это не часть уходовая, ухода к лицу. Да. То есть это больше как бы краска сверху, то что мы делаем. Поэтому, конечно, декоративная косметика ничего такого прям супер полезного для нашей кожи не делает. И хотя бы минимум один день ходить без макияжа это полезно для кожи, так же как мы ходим в удобные одежды. Да. Потому что декоративный макияж это все-таки он закрывает поры. Мы их наносим для того, чтобы не было вид на пор, да, чтобы не было вид на там прыщей. Поэтому он не дает возможность к коже именно дышать. Скоро говоря, да. Поэтому мы обязательно начинаем снимать макияж. Опять же повторяемся тщательно. Да. Прочищаем все-все-все поры. Да. И днем дать перерыв, чтобы кожа смогла отдохнуть. Да. Отца в воскресенье. Спасибо большое, что меня пригласила. Мне тоже очень интересна тема корейской косметики и вообще косметики. Очень интересно было узнать, что у нас наши привычки почти одинаковые. Я надеюсь, что вам тоже было интересно. Да. Я тоже очень надеюсь, что было интересно. И поскольку мы нашли наконец-то друг друга. Я думаю, мы частенько будем встречаться вместе, снимать видео. Да. У Мухиан тоже есть ютуб-канал. Поэтому я внизу оставлю ссылку ее канала и плюс ее инстаграм. Так что заходите к ней тоже в гости. Прошу любить и жаловать. А мы на этом видео прощаемся. И в следующем видео я вернусь с новым. Спасибо, что посмотрели наш канал. Не забудьте нажать на кнопочку подписаться и лайк. Да? Да. Да. Пока-пока. Пока-пока.